Еще раз добрый вечер, дамы и господа. Сухой остаток, Финам-ФМ, меня зовут Юрий Пранько. Мой сегодняшний гость, человек, который, как я уже выяснил, да, судя по вашим письмам, не нуждается в специальном представлении, но я его все-таки представлю по традиции, да, Дмитрий Потапенко, управляющий партнер компании Management Development Group. Дмитрий Ратвить, добрый вечер. Добрый вечер. Значит, тема нашей сегодняшней программы, она, знаете, так вот, она такая, я бы сказал, дифферамп такой, да, особенности российского бизнеса. Вот вы сами пишете, уважаемые слушатели, о том, что Дмитрий, как пишет Вадим Костин, Дмитрий, один из немногих, кто публично озвучивает острые проблемы в России. Вот об острых проблемах бизнеса в России мы сегодня поговорим, тем более, Дмитрий, я обязан-таки вас поздравить, сегодня день предпринимательства. Правда, вот некоторые несознательные, в кавычках, ваши коллеги объявили забастовку, закрыли свои заведения, это те, кто не согласен был с решением правительства. И правительства. Да, по поводу перехода с ЕСН на страховые взносы. Изобразие. А вот вы как? В смысле, я вас спрашиваю не об отношении тем, кто бастует, а для вас вот это решение чиновников повлияло на бизнес? Вы ощутили, вам пришлось, я не знаю, там, урезать свои затраты, кого-то сократить или, может быть, уйти в тень? Все знают, что Дмитрий Потапенко откровенно отвечает на вопрос. Безусловно, пришлось закрыть даже ряд направлений, и, естественно, на нас это сыграло, и большую часть мы, конечно, увели в тень, по причине того, что ни один работник нашей компании не хочет отдать лишние деньги в некую пенсионную систему, из которой, как мы знаем, куда-то деньги можно перевезти и прокормить каких-то очередных подонков из неких пенсионных фондов, потому что я вообще удивлен тому, что в России вообще есть белые зарплаты, потому что... Вы знаете, вот я получаю, Дмитрий, белую зарплату. А вы знаете, Юрий... Я, наверное, счастливый, да, человек? Нет, вы... Несчастный? Нет, вы счастливый. Сейчас я выясню. Нет, вы счастливый, но другое дело, что, на мой взгляд, я как наемный работник бы никогда в жизни бы, я пришел бы к своему работодателю сам и сказал бы, давайте сделаем так. Вы мне будете платить минимум, который обозначен законом, потому что от того, что вы мне будете платить зарплату в лоб, от этого выиграет конкретные ребята, сидящие в фондах. Но от этого проиграю я, потому что лучше я эти денежку возьму, вот, например, вы, Юрий, бы взяли бы денежку, которая поступает в пенсионный фонд, и отложили бы. Неважно, там, сыграли бы на фондовом рынке или положили бы на депозит, но всяко лучше это было бы, это хоть как-то подконтрольно было вам, или вывели, открыли бы счет в зарубежном банке, это хотя бы было подконтрольно, и это было бы ваше решение. Я считаю, что это поступок самостоятельного, честного человека. А вы не считаете, что это граничит с выходом из правового поля? Я не говорю о том, какое это правовое поле, но ведь, Дмитрий, фактологически это... Фактологически, да, это выход из правового поля, потому что государство, относящееся к нам, вспоминающее о нас только в тот момент, когда ему нужны наши деньги и наши дети, называя своими именами, когда ему нужно мясо на очередную какую-то их там заварушку, и вспоминая о наших деньгах, когда у нас кончились деньги, пожалуйста, заплатите налоги, а потом можете вешаться. Я бы так перефразировал известную фразу, спи спокойно, дорогой товарищ, потому что... Вот, я не считаю вот это отношение государства в целом, вот государственной этой машины, вот этого облака, как я называю, к гражданам, неважно, являются ли они предприниматели, являются ли они гражданами, работающими в государственных структурах, я считаю, это неверно, потому что гражданин — это образующая система государства, а вот эта вот вся шваль сверху — это, извините, мусор, я в прямом смысле это говорю. Вы экстремист? Нет, я не экстремист, просто я не воспринимаю существующую государственную машину, работающую на человека. Неважно, будь это гражданин обычный, там, работник, таджик-работник или, там, Потапенко-предприниматель. Система машины работает против нас. Она производит какие-то бумажки, она выбрасывает в телевизионный эфир две песни в Багдаде, все спокойно, что называется, в обязательном порядке. Ну и постоянно декларируется мысль о том, что вас, я имею в виду, бизнес, да, малый, средний, там, крупные всячески поддерживают. Поддерживают, да, и вторая идея, вторая песня, как я уже сказал, не прячьте ваши денежки по банкам углам, несите ваши денежки, чтобы там зарыли где. Поле-поле-поле чудес. Продолжение. Ну, тогда я спрошу о, ну, известном, в общем-то, событии 19 мая, да, в офисе к управляющему партнеру Management Development Group, я цитирую, здесь один из источников, Дмитрий Потапенко, приехал с обыском АБЭП, да? Да. Все перерыли вверх дном, это действительно так? Ну, или не по придумке журналистов? Да нет, не по придумке журналистов, даже есть где-то фотки, у нас вырвали, то есть когда, собственно говоря, компания «Финам.ФМ» праздновала свое... Трехлетие. Трехлетие, да, праздник был, и меня пригласили на этот праздник, я, к сожалению, вот сотрудником компании отэсэмэсился, что приехать не могу, у меня идет обыск, вы, Юрий, не дадите соврать, что называется. Да, и половина праздника, я честно скажу, я находился в таком размышлении, да, и моя вторая половина тоже говорила о том, что, ну, ты, Дим, позвони, на что я говорил нет. Если человек бы освободился... Ну, освободился я имею в виду... В хорошем смысле слова. То, Дмитрий, знаю, характер, да, он бы сам бы набрал и пообщался. Ну, у нас обыск шел действительно 4 часа, то есть у нас выдрали все сервера, систему видеонаблюдения, систему телефонной связи, интернет-связи, то есть офис сейчас по себе представлял, то есть после обыска в этот момент такой, знаете, после, как отписались мне ребята, после пожара, что называется. Ну, то есть стоят системные блоки, в которых нету ничего, и там висят телевизоры, которые ничего не транслируют, телефоны не работают, все хорошо на самом деле. Что стало поводом? Вам как-то вот объяснили, почему? Ну, постановление, естественно, об обыске нам не оставили, да и даже протокол обыска нам отдали без подписей и каких-либо опознавательных знаков. Нет, все достаточно смешно, то есть, как бы, знаете, мы к вниманию вообще всякой мусорской нечисти, мусора — это не сотрудники МВД, это вообще любой человек с красной ксивой, неважно, что на ней, какие три буквы на ней написаны. Их слишком много, чтобы их всех упоминать, поэтому ко всей этой различного рода мусорской нечисти мы относимся достаточно философски, и нас просто действительно порадовало в очередной раз иезуитство формулировки, значит, упрощая простым языком. Я нанял парнишку три месяца, какое-то время назад, там, 3-4 месяца назад, консультантом. Он никогда не был там ни директором, упаси Господь, ни генеральным, ни коммерческим, ну, ничем, ну, вот каких-то должностей не занимал. Просто там по вопросам поставки, по ковролину по-русски говорю, называю все своими именами. И я никак не мог понять, собственно говоря, я же знаю, что вот мусорскую эту логику, что все равно должна быть какая-то зацепка. Я пытался выяснить, а какая же к нам-то зацепка? Мы вот компания, то есть там компания есть, упоминается там DECA Trading, с которой у нас не было никакой никогда в взаимоотношении. Мы не знаем, что они, кто они. Там какая-то упоминается немецкая компания, которой эта компания задолжала каких-то денег. Я говорю, откуда ж какой, где ж мы-то зацепились? Так вот, теперь, как говорится, внимание слушателей. Вот представьте, вы наняли какого-нибудь консультанта, у которого случайно оказались копии документов той компании, которая упоминалась в уголовном деле, копии, ну и может там какой-то оригинал, компания уже там год обанкротилась, так вот на этом основании могут прийти, например, в офис Финам.ФМ и вынести, вот вы наняли какого-нибудь консультанта, у парня где-нибудь там в папочке лежат какие-нибудь копии, ну это его личный архив, и вам вынесут все тут нахрен. Понятно, ну это все, чем закончилось-то, или это еще все в процессе развития? Нет, это только начало, ну что вы, Юрий, ну это же было бы неинтересно, это же была бы не Россия, это только начало. Поэтому я, честно сказать, я в своих блогах везде написал, что жду вызова там к следователю, себя любимого, или хотя бы этого пацана, который у меня там работает, и я, упаси Господь, у меня там ни один мускул моих сотрудников не дернулся, и там никто не пишет срочно заявление, потому что все знают, что мы умеем огрызаться, и огрызаться... Но компания нанесен ущерб, да? Да, порядка 300 тысяч. Более того, в этом, там же ситуация такова, что когда все это вынесли, мы являемся крупными поставщиками и производителями для крупнейших DIY-сетей, на следующий день у нас были крупные отгрузки практически во все сети, которые вы знаете, там, Леруа, Бивш, извините, мы будем их упоминать периодически, и то есть нам, если бы мы не знали и не были всегда готовы к этому, мы могли потерять в среднем, грубо говоря, за одни сутки только порядка 500 тысяч долларов. То есть на 300 косарей у нас вынесли, всякая требухи, а на 500-500 тысяч долларов мы могли просто сорвать поставки, получить штрафы, потерять контракт, ну и далее везде. Дмитрий Потапенко, сухой остаток Финам.фм, особенности российского бизнеса, в день предпринимательства. Об этом мы говорим в сегодняшней программе. Пишите на www.finam.fm, звоните на 651099,6, код Москвы 495. Вот коль скоро мы, точнее вы и ваши коллеги, сегодня празднуете День предпринимателя. Я хочу просто понять, а вот к визитам подобных людей с ксивами различного. Привычные тоже. Вы знаете, я вам расскажу. Это неотъемлемая часть жизни. Да, Юрий, вы будете смеяться. Есть, у меня один есть товарищ, он заведует совхозом, он известный депутат, там входит в партию тех самых. То есть я, вот я к нему там приезжаю, но он производитель. Упакованный. Упакованный. Он упакованный ксивами по самой не балуйся. То есть он там чего только не делает. У него социальная программа там для работников, там у него обычный тракторист в Подмосковье получает 45 тысяч. То есть у него по основной его деятельности, то есть, ну так, мама не горюй, то есть по основной его деятельности он постоянно получает убыток. Если бы там, потому что у него, я не знаю, он работников там чуть ли не на руках носит. И вот я как-то к нему приезжаю в очередной раз, и вот мы с ним, знаете, везем такую светскую беседу, типа там обсуждаем прогнозы о том, как Азимы взошли, как рожа заколосилась. К нему заходит там секретарь, говорит, там, вы знаете, Россельхознадзор пришел. Он, знаете, так выходит, дэн-дэн-дэн-дэн. Говорит, подожди, старик. Через 20 минут возвращается, и мы продолжаем такую же светскую беседу. У нас беседа была где-то час, а потом к нему... А подспудно вас все-таки вот там внутри такой интерес, он продолжался, да? Так что там было? Нет, вы знаете, мы философский. Дело в том, что еще через, там, почти к окончанию нашей беседы к нему заходит, говорит, Роспотребнадзор приехал. И он опять тэн-дэн-дэн-дэн-дэн. Старик Сиди, сейчас я вернусь. старик Сиди, я вот, понимаете, и как-то, то есть, вот люди определенного ранга, то есть мы уже относимся к вот этим приездам наезд, знаете, как неотъемлемая часть. И вот вы когда... Вот чем разница России и Европы? Прописали об этом и потом на уши подняли, спасибо им, честно могу сказать, в прямом эфире, спасибо всем журналистам, которые подняли на уши пресс-службу АБПа Южного административного округа города Москвы, просто, потому что это отдельная песня, если нужно будет, я расскажу ее. Потому что, как искали, кто у нас следователь, потом сказали, а ты этого следователя, искали там на телефоне, они сидели и слушали, а ты этого следователя, знаешь, слушай, а он кто? А он где? Где этот следователь-то у нас? Ну, это было минут сорок, так, ребята, наобратно. То есть, слушай, а вы что там изъяли? Ну, следователь спрашивает вопрос, а вы вообще, как бы, как, вы нашли то, что вам нужно было? И следователь отвечает, да, мы нашли то, что нам нужно. А что вы нашли? В соответствии с указаниями мы нашли документы, которые нам были нужны, а изъимались сервера. Ну, в общем, кино и немцы. Вот, поэтому мы относимся уже к этим наездам, знаете, философские. И вы вот ваш, то есть, вы выясняете, российские журналисты выясняют там название юридического лица, ну, чтобы не ошибиться в деталях. А западные журналисты выясняют вообще, а как такое может быть? То есть, когда у меня, мне интервью брали и западные журналисты, они не могут связать, они говорят, подождите, ну, вы же наняли консультанта, у которого в папочке может быть все, что угодно. Это его личный архив, это копии. И если люди пришли за какими-то документами, они подходят к данному мужчине, и говорят, мы знаем, что у вас есть там какие-то бумажки, отдайте, пожалуйста. Ну, тот отдает, потому что человек присутствовал при этом, он отдал им в первую же там очередь эти бумажки, но при этом же, извините, начинается выноситься и все остальное. Я когда почитал это, там, протокол обыска, я сказал, а что же они мебель-то не забрали? Ну, что уж стесняться? Уж вы выносили, там, телевизоры еще хорошие были. Вот, все-таки задам этот вопрос, да, как журналист-законник, я всегда, когда мне говорят, там, кто-то будет на выборах что-то решать, я настаиваю на том, что люди сами будут решать, да, но мне говорят, пока у вас еще наивность сохраняется. Но я хочу быть, Дмитрий, наивным журналистом, который все-таки наставит на том, что закон превыше всего. Скажите мне, пожалуйста, вот в взаимоотношениях с бизнесом, да, это вот такая безнадега, это все, это диагноз российский? С точки зрения отношений? Я хочу просто скоррелировать те заявления, которые я от больших людей слышу, да, в том числе и в этой студии, что мы там боремся с коррупцией, мы за то же исполнение закона, причем все перед законом равны, никаких белых и пушистых и так далее, но факт жизни... Ну факт жизни, Юрий, ну... Простой. Вы мне скажете, это решаемо или это вот... Нет, это не решаемо и это не должно быть решаемо, Юрий, вот надо вот четко все-таки разделить. Мы с вами люди все-таки помним все-таки, что такое было советская власть и что такое было идеология. И я сдавал историю партии, сдавал ее на пять и помню, в общем, это разделение. Главное промывать мозг и главное правильно его промывать мозг. Я более того, я еще очень удивлен, что до сих пор нет еще цензуры, потому что по праве... Нет, вы вот чуть отстали от жизни. Сегодня Михалков, я знаю, и с ним деятели культуры, да, предложили создать совет по вот контролю над СМИ. Да, но это пока еще на частном уровне. Мы обратились к Думу Верату. Да, естественно, на самом деле по-хорошему надо ввести, то есть по-правильному надо на государственном уровне ввести цензуру и, в общем, согласитесь, все станет сразу тихо, ровно и спокойно. Когда никто не будет знать, кто такой Алексей Навальный, например, упаси его Господь, его ночь не будут упоминать. А еще на самом деле надо закрыть сайт госзакупок и не канифолить мозг, перестать показывать Абрамовича там в телевизоре, сделать фаервол на интернет и, согласитесь, страна заживет спокойно. Она будет знать, что мы железной поступью с Телевары надоили 300 тонн кукурузы. И это будет изо дня в день. А доярки будут хлопать и вставать Ленин, партия, комсомол, бурные плотицы. Слово Ленин, наверное, будет заменено. А какая разница? Там те же, заметьте, там не так много букв. И букв не очень много менять даже. В общем-то, да. Все встают, скандируют Ленин, партия, комсомол, бурные аплодисменты, переходящие в овацию. Ну, давайте, я буду задавать свои вопросы. Вопрос слушателей. Это Финал МФМ, сухой остаток. Дмитрий Потапенко, управляющий партнер компании Management Development Group. Говорим об особенностях российского бизнеса. Может быть, и вам есть что рассказать в день предпринимателя, да? Звоните, пишите. И вот вопрос от Павла. Дмитрий, просто вы звезда на российских каналах. Звездец. Нет, звезда, да. Я звездец тогда уже. Нет, Павел пишет, настаивает на том, что вы все-таки звезда. А вы трактуете это уже так. Я уже мужского рода. Да. и время от времени высказываете, пишет Павел, некоторую неприязнь к власти и лицам, окружающим ее по некоторым причинам. Ну, заключает Павел, да? И почему он не боится, как многие? Вот в третьем лице. А вас, да, значит, Павел спрашивает вас. Вы не боитесь? Боюсь. Но это страх, это нормальный человеческий инстинкт. Только надо четко понимать, страх хороший советчик, но плохой хозяин. Точно так же, как и бабло. Так что надо четко себя понимать. Нормальный страх это нормальное состояние человеческой души. Но только вообще-то это моя сторона, так на минуточку. А вот эта вся мусорня, она может ехать куда угодно. То есть вы боитесь, на самом деле? Я боюсь, естественно. Я боюсь за себя, за свою семью, за своих сотрудников. Но я могу сказать, я выбью зубы любому, кто попытается мне открутить голову. Я свою жизнь дорого продам. Я буду биться до последнего. Это Дмитрий Потапенко, сухой остаток Финам ФМ. Вадим Костин. Ну вот я начал зачитывать его письмо, да, о том, что вы озвучиваете острые проблемы в России. Скажите, вас еще не просили люди из соответствующих органов заниматься своим делом и не лезть, куда они следуют? И второй вопрос, пишет Вадим. Как вы относитесь к деятельности Навального? Буду благодарен за ответ. Ну, как хотите, отвечайте. Да, по последствиям. Да, по последствиям. Я, конечно, считаю, что Алексей делает нужное дело. И абсолютно согласен. Я, честно говоря, слабо слежу за его деятельностью, чтобы четко понимал. Я просто не запомнился. Слушайте Финам ФМ. Ну, допускаю, да. Я просто, я считаю, что там есть перегибы, с точки зрения тоже не надо вытаскивать. Я думаю, что я вижу, что он страдает от того, что из него делают какую-то медийную тушку. Я вижу, что он просто страдает вот от этой медийности какой-то нахрен ненужной. Он занимается своим делом. И он очень правильно написал одну фразу, которую я у него вычитал. Я считаю, что вот все остальное можно уже зачеркнуть и забыть. Он правильно написал, что должно быть тысячи таких Навальных по всей стране. Не надо там из него делать, вот еще раз говорю, тушку там Ленина. Он делает правильное дело. Так, сука, что же вы сидите? Возьмите, идите, пойдите, сделайте аналогично. Что вам мешает? Он делает, бьется. У него не очень большая команда, не очень большой бюджет. Он делает простые вещи, но на своем уровне. В каждом регионе это возможно делать. Ну, делай ты там. Просто я... Делают. Я знаю, что ребята делают. Просто менее раскрученные, но я считаю, что в каждом регионе должно быть там два, три, четыре таких Навальных. И тогда хоть пока вот еще, я говорю, пока еще не закрыли сайт госзакупок, пока еще журналистам до конца не заткнули горло, потому что, еще раз подчеркну, когда заткнут горло журналистам, когда закроют сайты госзакупок, когда власть поставит фаервол на интернет, когда мы превратимся в Северную Корею, а я вас уверяю, что это сделать не так сложно, и это, кстати, с точки зрения власти очень разумно, вот тогда мы будем жить в стране, в которой завидуют все. Поэтому... Ну, и что касается первого вопроса по поводу того, что не советовали вам заниматься своими прямыми делами и не лезть куда ни следует? Значит, дело все в том, что не существует никакой монолитности власти. Запомните это раз и навсегда. Единственное, за счет чего мы с вами можем выигрывать, за счет того, что они занимаются межклановой войной. И когда к вам приходит какой-нибудь парень и говорит, что займись своим делом, ты говоришь, окей, ты просто ищешь, с кем этот клан конкурирует, и заходишь в тот кабинет. Они понимают язык, только силы, просто другого уровня. Не существует монолита власти, и мы пока на этом... И он не будет существовать, потому что страна большая, они разрознены в том числе. И они прекрасно понимают, что на МВД есть прокуратура, на прокуратуру есть еще другая, генпрокуратура и так далее. Только за счет этого мы можем переигрывать. Маленькая вертка и шелупонь не может в лоб выиграть у танка, но она может выигрывать на противоречиях двух танков. Только так. Сейчас происходит определенное, по крайней мере, декларативная консолидация вокруг общероссийского народного фронта. Дмитрий, вы не собираетесь туда вступать? Да нет, у меня чистые ботинки. Что-то я у вас мали, вроде не пахнет. Понятно. Хорошо, это ответ. Дальше идем. 651099,6, www.finam.fm. Ильдар пишет. Посмотрел несколько интервью с Дмитрием Потапенко к вопросу о звездности. Все ссылаются на ранее увиденное. Уловила основную его идею о бесперспективности развития бизнеса в целом и ритейла, в частности, в условиях текущей конъюнктуры в России. Как политический, так и экономический. Вопрос, Дмитрий, сработает ли в России новая модель бизнеса, которую еще не знают большинство чиновников, например, как фриланс, сетевой аутсорсинг и тому подобное, можно ли рассчитывать на то, что высокоинтеллектуальные схемы бизнеса принесут прибыль? При этом эту модель не понимают чиновники, а это значит, что не нужно платить опричненную. Я практически полностью вам письмо зачитал. Ну, очень многофакторно написано. Значит, фриланс — это просто работа человека вне офиса, вне еще какой-то, но тем не менее он выполняет какие-то конкретные работы. Другое дело, есть ли у него спрос на фрилансеров. Фрилансеры выполняют очень ограниченный объем работ, это фактически самозанятость, это такое микропредпринимательство. Оно имеет право на жизнь, можно это делать? Да, можно, и многие этим занимаются. Другое дело, что это очень ограниченный рынок во первых строках. Можно ли не платить опричненную? Да, можно. Даже средний и крупный бизнес может не платить опричненную, как я уже сказал, проходя между там нескольких танков, выбирая стратегии, то есть объединяясь с определенным танком для выполнения конкретной задачи. Но вы действительно считаете, что бесперспективно развивать бизнес в России? Я не... Вот смотрите, что понимает слово... Тут очень сложно понять слово перспектива. Мы в этой стране выросли. Мы вот... Отъезд в любую другую страну это не так просто, как может показаться, потому что страна и родина определяется, первое, культурой, языком. Когда вы не можете... Вы можете уехать в Италию, и если у вас есть, там, не знаю, в Таиланд, куда угодно, дауншифтингом, если вас устраивает менталитет, с которым живут там люди, то welcome. Я просто могу сказать, что для меня не хватает ритма жизни ни в одной из этих стран. То есть я еще могу более-менее понять там Нью-Йорк, но я не могу, например, понять какой-нибудь там Бостон, потому что Бостон это деревня для меня. То есть мне нужно бегать. Поэтому для меня меня устраивает Москва и устраивает Россия. То есть я могу там до какой-то время опуститься до ритма жизни, там, не знаю, какой-нибудь Казани, но там хотя бы есть языковая среда, там есть, по крайней мере, можно пошутить по поводу Винни-Пуха с кем-то, а в любой другой стране этого нет. Дальше идем. Ваш чёстка спрашивает, в Москве не так уж и давно с большой помпой изменилась власть, изменилось ли что-нибудь по отношению к бизнесу, кошмарят, может, кошмариться, может, стали меньше. Заодно озвучите в среднем, сколько на данный момент в стоимости товаров в процентах заложена пресловутая коррупция. Ну, коррупция всегда, она традиционно не поменялась от 30 до 60 процентов, как было так. В стоимости товаров 30-60 процентов в зависимости от товара. Что вас удивляет, Юрий? Вы что, понимаете, вот я всё-таки рассчитываю, что в нашей стране закон хоть что-то ещё значит. Спокойно. Спокойно. Юрий, ваши дети ходят в школу? Да. Ну, вот базар-вокзал по поводу этого молока, которым там Мосмедыни, агропром, про который я буянил по НТВ, чтобы не соврать, четыре, по-моему, года назад, из-за которой НТВ получила за этот сюжет как борцы с коррупцией. Бла-бла-бла. Ваши дети, что вы... Дети всех москвичей объявляют, потребляют в принудительном порядке молоко, Мосмедыни, агропром. Всё. Буянил четыре года назад. Вы знаете, какая красивая схема. Сначала у вас отобрали налоги, бабло лишнее, которое должно было быть куда-то пенсионно. На него построили завод. Построили завод с продукцией шваха. Она дорогая просто, якобы чисто очень качественная. Чем доказано, непонятно. Потом вы приходите в школу и за завтраки вы тоже платите, Юрий. И получается, что и завод за ваши деньги, и сбыт за ваши деньги, и схема всё время высасывает из вас деньги, а вы не при делах. Смотрите, как красивая, уникальная схема. Вот я считаю, что вот вообще на нашем... Это российское такое ноу-хау? Нет, я считаю, что нашим, кстати, государствостроителям, между прочим, они построили идеальное облако с точки зрения системы техники, и им надо просто падать в ноги. То есть, я не знаю, лет через сто это, наверное, войдёт в учебники построения государства. Построение государства российского будет одной из первых. Потому что, заметьте, как очень разумно и логично построено. У нас есть депутаты, которые принимают недоделанные законы. Они изначально в этом признаются. Это означает, что работа есть у них, у их детей, у их внуков, и ещё есть у их родственников, которые сидят на каких-нибудь подкомитетах и каких-нибудь институтах, которые анализируют эти законы. Потом эти законы падают на исполнительную власть. Законы не коррелируются. По-любому, вы уголовник, я уголовник, и вся вот эта масса, к которой я тоже отношусь, как ни странно, хотя я вроде богатый человек, мы уголовники. Мы туда даём деньги, помимо налогов. То есть есть налоги, а есть ещё дополнительные деньги. И эта система, она вечно, понимаете, вот это облако, оно всё время подпитывается вот этими деньгами. Согласитесь, это гениально. Это просто гениально. И когда сейчас идёт базар-вокзал, что они там, типа, рассуждают, ну, типа, ну вот, давайте там вовлечём в предпринимательство. Не надо на это вестись. Просто люди прекрасно понимают, что... Ну, ведутся. Дмитрий, я вот сегодня в своём блоге написал очень жёсткую по этому статью, да, вот, по принципу журналиста общается, нам за это платят, вот за общение, в том числе, вот за те минуты, которые сейчас мы с вами проводим в эфире. Я периодически за эфиром говорю, лучше бы я с некоторыми и не был знаком. То есть заочно я их знал, но некоторые раскрываются. И, в общем-то, когда я пообщался с несколькими представителями верхушки так называемых движений по защите, там, развитию... Нет, ничего, это предпринимательство. Мне стало дурно, на самом деле. Такой продажности я, вот, честно скажу, я давно нигде не видел и не слышал. Причём там тоже есть своя правда жизни, да, почему это всё происходит. Но, хорошо, вернёмся, значит, к вопросу от 30 до 60 процентов. Это коррупционная составляющая в розничной цене тех товаров. Любого товара, абсолютно, да, абсолютно. Что касается московской власти, вот то, что... Ну, а что... Тут я тоже не буду оригинален. Надеюсь, всем нравится то, что снесли палатки и сносят рынки. Мы же все приветствуем это. Я только надо чётко себе понимать, что на этих местах-то ничего построить будет нельзя. Никаких парков, школ и всего остального не будет. А я дико извиняюсь, там, я понимаю, что мы очень сильно боремся, там, с табакокурением и забираем сейчас из палаток сигареты. Ну, просто давайте просто скажем, что у нас не будет палаток как таковых. Нет проблем. Ещё раз говорю, если мы считаем, что именно так борется с табакокурением, хотя так с табакокурением не борется. Вы дайте, покажите, там, частному, малому предпринимателю, что такое вот эти палатки. Это даже не бизнес. С него налогов не то, не то, что брать не надо. Ему надо целовать в попку, потому что это самозанятость. Он занимает двух-трёх человек. Какие там налоги? Как минимум. Как минимум, да. То есть надо их оставить в покое. Дайте вот этим двум-трем человекам что-то делать. Скажите, мы как правительство, мы как бояре хотим, чтобы там самозанятость занималась вот этим, этим, этим. Мы как клиенты будем платить за то-то, 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 а вы сделаете вот такую-то услугу с такими-то параметрами. Такого же нет. У нас сначала позакрывали рынки, посносили все палатки и их до конца снесут. А дальше-то взамен-то чего? А взамен посадить на услуги госсобеса. Естественно. Вы же знаете ответ на этот вопрос. Естественно. Естественно. У нас так это же не то. Это вот, еще раз говорю, система построена для наших властителей. На самом деле единственного есть в России и проблема. Они не боятся никаких революций. Не надо канифолить себе мозг. В Калининград московский ОМОН в Москву Калининград Владивостокский. Как было, когда заубили полностью отрасль по перегону праворуких машин. В Приморье. В Приморье. Абсолютно. Просто грохнули Приморье. Вот на глушняк. Поэтому ничего они этого не боятся. Для них есть одна проблема. Избыточность народонаселения. Потому что, еще раз подчеркну, мы эту с вами цифру не один раз обслуживают трубу. В России должно проживать. Маргарет Тэтчер в свое время посчитала с ее кабинетом, что типа 28,5 миллиона. Территория России сократилась. Значит, нужно порядка 15 миллионов. Ну хорошо, пусть 20. Но нас-то 140. И это единственная для них проблема, чем занять вот эти 120 миллионов. Пофигу чем. И я вас уверяю, что когда я говорю о гениальности системы вот этого облака, то... Вы это произносите без сарказма. Без сарказма. Я в прямом смысле, понимаешь, ну как системотехнику я не могу. Я понимаю, что я разменная монета в этой там... Я планктон в этой системе, но нельзя не восторгаться, да, что вот есть гениальная система по уничтожению, в общем-то. Это финам.фм, программа «Сухой остаток». И сегодня на мои ваши вопросы в реальном времени отвечает Дмитрий Потапенко, управляющий партнер Management Development Group. 65 10 99 6, код Москвы 495 и www.finam.fm это наш сайт в интернете. Игорь из Калуги спрашивает, здесь я буду приоритет все-таки иногородним отдавать, кто писал на... И даже из-за рубежа, как выяснилось. Значит, ну Дмитрий из Калуги пишет, Дмитрий Валерьевич, расскажите же, наконец, всю правду-матку, почему забуксовала Walmart, как это такой гигант и до сих пор не имеет ни одного магазина в России. Ну, стоит добавить, да, что Walmart уже сделал официальный релиз о том, что они не собираются входить в Российскую Федерацию на российский рынок. Ну, это было абсолютно обоснованно, и Walmart, и Carrefour, в общем-то, если вы помните, Carrefour даже открыл три, потом отвалил. Ну, на мой взгляд, люди просто были не готовы. То есть, я не скрою, дело в том, что, вы знаете, еще до того, как я начал появляться в каждом утюге, да, я, в общем, неким образом достаточно известный человек на уровне ритейла, и поэтому последние лет, чтобы не соврать, десять, все засланцы западных компаний всегда приезжали, и там вот с периодичностью там раз в полгода ко мне обращался какой-нибудь представитель, вот там, менеджер, менеджер, да, там вот этих компаний, там, либо консультантов, и говорили, вот расскажите нам о рынке, как нам туда входить, вот это вот периодичность, я им каждый раз рассказывал, что представляет из себя вот эта компания там на российском рынке, там, как в таком-то регионе, кто ее владельцы, что они делают, ну потому что у нас же все не открыто, а кого спросить, как Непотапенко, который знает про... То есть вы рассказывали об особенностях бизнеса России, то, что у нас мы вывели в заголовок программу, да, 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 об особенностях национальной охоты, и более того, даже в Волмарте работал сотрудник, которого они наняли в отдел развития, это был бывший один из моих сотрудников, они просто не в состоянии работать в такой системе неопределенностей, поэтому абсолютно обоснованно они не вышли и не будут выходить, потому что, вот, собственно говоря, те два оператора, которые работают в России, там, Метро и Ашан, основные, которые вот у нас есть, они работают только благодаря тому, что у них очень сильная, назовем там русским языком, политическая крыша, потому что попробуй их сейчас закошмарить, сюда приедет, собственно говоря, Ангел и Меркель за одну команду, и не надо забывать, что, собственно говоря, компания Метро и компания Проктор и Гэмбел имеют, в общем-то, близких акционеров, то есть они на российском рынке давно и когтями, а за второе может приехать Николай Саркози и, в общем, тут порвать все на британский флаг, поэтому у нас можно работать только компанией, которая приедет там, в данном случае, с Обамой, и Обама скажет, так, ребят, слушайте, ну мы вкладываем как-то в страну, давайте что-то думать, потому что в любом другом противном случае компания обречена на вымирание. Более того, я скажу, что ведь это только в России такая ситуация, ведь там вот, когда опять-таки западники спрашивают, а сколько у вас компаний на российском рынке, и когда им говорят, что только известных, подчеркиваю, только известных розничных компаний на не очень большой территории, на 140 миллионов, более 800, и говорят, да такого не, ну это нереально, работать на таком рынке, рынок должен быть более консолидирован. У нас рынок, у нас еще такой азиатский абсолютно, азиатщина. 651099,6 www.finam.fm Добрый вечер, вы в эфире, как вас зовут? Добрый вечер, здравствуйте, меня зовут Марат, прежде всего, хотел бы поблагодарить вас за интересный эфир, вот, очень интересно рассказывать. Спасибо вам, что вы нас слушаете. Спасибо вам, да, я постоянно вас слушаю, иногда пишу, вот, в частности, просто хотел историю рассказать, мне 28 лет, я работаю в небольшой строительной фирме, вот, и, в принципе, у нас фирма занимается строительством многоквартирных жилых домов в одном городе небольшом Калужской области, там население порядка 40 тысяч человек. В 2008 году мы построили дом, ну, скажем, без преувеличения могу сказать, очень симпатичный, один из самых, наверное, красивых в городе. Параллельно запустили еще один проект. В самом центре города тоже, в общем-то, симпатичный домик спроектировали, но произошла такая, в общем-то, вещь, довольно-таки обычная, наверное, да, сменилась власть в городе. Наше разрешение на строительство... То есть это означает, что... Это означает, что у бизнеса начались проблемы, да. То есть ситуация вылилась в то, что у нас отозвали разрешение на строительство, выданное прошлой властью, и два с половиной года с тех пор, вот и по нынешнее время, мы ковыряемся в бумагах. То есть сначала мы ввели формальную переписку, а это вы знаете, я думаю, что это такое, это когда делаешь запрос, месяц можно ожидать какой-то бумаги ответа. Соответственно, за год таких бумаг, ну, можно 10-12 штук написать. Вот. В какой-то момент нам это дело надоело, мы стали просто искать выходы на губернатора, потому что, ну, эту киевку другому было не раскачать. Эти попытки вначале, в общем-то, тоже были довольно-таки слабые, в итоге нам пришлось собирать инициативную группу жильцов, которая у нас выкупила определенное количество квартир в самом начале. Поэтому, все-таки мы, скажем так, должны, ну, внимательно к этому вопросу относиться, мы никого не бросаем, не кидаем, и вынуждены были пойти на такой шаг, и только так стучаться к губернатору, то есть с двух сторон, со стороны инициативной группы жильцов, начала двигаться, но мы за это время трижды успели... А вы не мотивировали эту телегу там? Вы знаете, если с финансовой точки зрения не мотивировали принципиально, значит, но за это время мы трижды успели переделать проект, потому что оказалось в какой-то момент, что оказывается мы нарушаем культурно-историческую зону, хотя если бы вы видели место застройки, я думаю, у вас бы все вопросы по культурно-историческому наследию были бы сняты сразу. Это просто надо видеть, да? Мы, наверное, наоборот, делали благое бы дело, если бы все закрыли новым, да, замечательным жильем. А второй момент, как бы, всей этой истории такой, что, в принципе, повторюсь, телега начала потихонечку двигаться, но, опять же, вот такого явного, да, толчка, который мы ожидали, его не происходит. Час, медленно, вроде бы, ситуация налаживается. Но вот как бы суть вопроса, да, два с половиной года потерянного времени. Нет, я еще не говорю о том, что где-то в месяц траты, там, порядка 200-300 тысяч рублей просто на содержание минимального аппарата ИТР, плюс охрана площадки, плюс какие-то работы, да, то есть это, как бы, ну, вообще об этом не говорить. Хорошо, просто есть другое направление деятельности, на которое можно переключиться, не забывая это. Вот вам конкретный пример, да, такой, скажем так. Да, Марат, спасибо вам, спасибо. Ну, вот, собственно говоря, Юрий, а потом же, согласитесь, будет вопрос, типа, а что у нас так дорого-то недвижимость-то? Ну, согласитесь. А все достаточно банально. Ребята, вот, условно говоря, в месячишко тратят там 300 косарей. Ну, так, ну, так, плюс-минус. Это означает, что вот тот новый домик, который будет построен, минимум они туда уже вкачали, ну, по моим скромным подсчетам, 7,5 миллиона рублей. Они, соответственно, это все разбросают, они же деньги не рисуют, как ни странно, и еще наверняка они еще за это деньги еще проценты платят тому самому банку, который только государственный у нас есть, только у нас есть поговорка уже, что... Один и все другие. Да, у нас есть в регионах Сбербанк и все остальные. Так что, когда вопрос задается, вот как, а что ж так все дорого, господа потребители простые, вы уж нас простите, но вот мы живем в той стране, знаете, не мы такие подонки, а жизнь такая. 65, 10, 99, 6, www.finam.fm Дмитрий Потапенко, это сухой остаток на Finam.fm, Гедрюс из Литвы. Ну, тут хорошие, приятные слова в адрес сухого остатка, и меня как ведущего спасибо вам большое, что и в Литве нас слушают и слышат. Да, хотелось бы спросить Дмитрия Потапенко. Так как он имеет бизнес в Чехии и Болгарии, где он черпает информацию про бизнес-ньюс в этих странах конкретно, каким источникам информации хоть на 90% он верит? Значит, при выходе, на мой взгляд, при выходе в любой регион, неважно, будет ли это Россия, будет ли это мир, на мой взгляд, самое правильное, это, конечно, погружаться в, ну, для мира буду отвечать, потому что регион, погружаться в культурную языковую среду. Это самое сложное, что есть при выходе, там, не знаю, в любую страну мира. Потому что культурные предпочтения, предпочтения, например, по строению магазина, какая ассортиментная матрица, что люди предпочитают в Чехии, это не то же самое, что предпочитают по России. Принципиально разные там расхождения есть. с точки зрения покупок, с точки зрения ценовой характеристики, в первую очередь, смотрите глазами. На Западе нет такого количества бизнес-изданий, как есть здесь. Там даже бизнес-ассоциации занимаются абсолютно другими вещами, поэтому информацию именно маркетингу, которую вот косвенно задал наш коллега, вы не получите. Поэтому основополагающим является наблюдение за вашим потенциальным клиентом. Что-то вы хотите вывести на рынок. Этот бизнес уже ведется. Неважно, занимаетесь вы общепитом, занимаетесь вы продажей трусов, носок или производством чего-то. Смотрите за клиентом, как он покупает, что он кладет в корзинку, какие временные факторы он использует. То есть смотрите, наблюдайте, исследуйте сами клиентов. Понятно, что не надо быть полным чайником, конечно, надо почитывать прессу, но с точки зрения информации прессы в России и аналитики в России существенно больше на порядке. Бизнес-изданий в Европах очень мало. Павел пишет, обращался ли когда-нибудь, уважаемый Дмитрий, в суд по фактам наездов на него правоохранительных органов и других подобных структур? Каков результат и собирается ли он делать это в будущем? Обращался, обращаюсь и буду обращаться. То есть это один из инструментов, который будет использоваться и в данном случае, который у нас произошел, и опротестовывать мы это будем и даже знаем, насколько это тягомотина будет и через сколько нам вернут наши сервера. Мы тоже знаем, что это приблизительно в лучшем случае через год, несмотря на то, что там нифига нету. Да, это на полном серьезе, Юрий. У нас, то есть процесс, вы будете смеяться, к нам, вот, зная, что мы зубастые и накаченные, то есть нашими услугами с точки зрения, знаете, защиты бизнеса пользуются, я не являюсь, упаси Господь, никаким объединением предпринимателей, но так уж получим. Очередным. Упаси Господь, я вот, но в рамках решения конкретных целей обращаются очень часто, там, чтобы помогли вытащить голову из задницы, потому что, ну да, бывает такое, да? Это не бывает, это регулярность, то есть у нас, это не выделено ни в какое направление, но потому что, в общем, все мы люди и все человеки, и я, в общем, скорее помню. Вот я задам сейчас этот вопрос, вот смотрите, вообще картина, конечно, какого-то почему? многоточия поставлю, да? Нормальная, Юр, подожди, подожди, вот что остановит? неправильная, ну да, неправильная оценка, Юр, вот цените сегодняшний день, завтра будет хуже, значит, сегодня отлично, не просто хорошо, а супер, ведь я когда, вот я не закончил тему про избыточность населения, ведь на самом деле с точки зрения системотехники вы просто этого не задумайтесь, на самом деле очень правильно сейчас сделать беломор-каналы, сделать гулаги, потому что вот надо оставить двадцатку там проживать, а вот эти сто... Золотую двадцатку. Золотую двадцатку проживать, а остальные сто двадцать, чтобы стерилизовать, их нужно отправить, например, я могу сказать, надо сделать легкую статью какую-нибудь до пяти лет трудовых лагерей, а трудовые лагеря там поднимать сельское хозяйство, просто чтобы эти лагеря сами себя... Власть не пойдет никогда на это. А почему? Юр, с точки зрения... Потому что она труслива, на самом деле. Ты знаешь, я бы так не сказал. Вот я сколько с ними общаюсь, они очень, очень грамотно выстраивают с точки зрения там розыгрыша там новых, старых партий. Одну партию сливают, делают новую такую с человечком, там человечка нового показывают. То есть партия, партия, это все равно одна, партия бабла. Я вот сейчас открою тайну, о которой мы, в общем-то, с Дмитрием не договаривались, что я ее буду открывать. Дим, я знаю, что вас приглашали в правое дело в свое время, да? Мы с вами это обсуждали достаточно подробно. Вот, вы отказались. И не только в правое дело, мы с тобой обсуждали еще и в тем партию. Ну, нет, правое дело резко актуализировалось в связи с приходом Михаила Прохора. Нет, в связи с приходом туда, возможным приходом, потому что он еще не избран Михаила Прохорова, лидером этой вот организации, да? Вот вы как? Может быть, поменяете свое мнение и вольетесь? Юр, ну, я вот, ты знаешь, позвоните тем, кому вы отказали и скажете, все, я согласен. Ну, слушай, ну, я же обсуждал, то есть, я там обсудил это уже с основной партией, собственно говоря, что они, и скукуларно, что они там это все подразумевают. Почему? Они делают все правильно, понимаешь? Ну, согласись, что старая страшилка в виде Зю и клоуна Ж, она неприкольная. Театральные подмостки должны меняться. Я считаю, что делается все очень правильно. Вот, понимаешь, наш эфир, он очень ограниченный и играет здесь и слышит нас очень ограниченное количество людей. Основной массе, когда покажут новую такую заставочку, тра-та-та-тан-та-тан-та-тан-та-тан-та, знаешь, как... То есть вы даже ее уже воспроизвели. Конечно, как тетя Валя такая, знаешь, с хрюшей. Все хорошо помнят. Да-да-да, когда открывается, ты согласись, я считаю, что очень все разумно делается. Розыгрыш идет очень правильно. Вот нельзя отказать в разуме. Ну ладно. Елена спрашивает, как Дмитрий Потапенко относится к объединению? Ведь если он с кем-то из коллег, адекватных коллег, объединиться с целью помогать друг другу и поднимать шумиху, то, возможно, будет и эффект. Ты знаешь, дело в том, что я, часто сказать, приезжал на несколько сборищ всяких объединений, и вот ты тут уже упомянул по поводу их продажности кулуарной. Для меня это открылось вот буквально на этой неделе. Я как-то вот тешил себя надеждой, что они действительно занимаются поддержкой, защитой, бизнеса и так далее. Нет, задача пошуметь, а потом просто присосаться к тому же бюджету. Прости меня. То есть, нет, ну подождите, то есть, есть же адекватные? Есть. Есть. Есть с кем находите общий язык? Есть. То есть, есть люди, которые даже входят в эти объединения, но, еще раз говорю, основная это, то есть, эти объединения, они занимаются совершенно конкретной задачей. Пошуметь, а потом приложиться. Это как, знаешь, не к ночи помянуты какие-нибудь профсоюзы, которые очень шумящие. Ой-ой-ой, да, да, я согласен. Это именно не к ночи помянуты, потому что эта организация у меня все больше, ну я невысокого, к сожалению, или к счастью своему, было о них и ранее, но тут они меня, в общем, даже и не удивляют уже за последнее время. А вот как-то бизнес, вот эти бизнес-сообщества, понимаете, Дмитрий, я еще как-то теплилась, у меня надежда, я думал, ну вот. это пойми правильно, ведь суть такова, что входящие в эти объединения, это люди, то есть, это бизнесы достаточно среднего уровня, а всегда хочется быть страшным. как только тебе хочется быть большим и страшным, то тебе надо обязательно сосать бюджет. В противном случае ты должен осознанно, вот, я прошу прощения, я могу сказать, что если бы я не открывал рот, то я однозначно был бы в списке Forbes. Просто я вот, я отвечаю за свой базар. Я осознанно выбрал, скажем так, меня, я хочу быть свободным в этой стране, я считаю, что человек рожден свободным в этой стране. Как бы это все не происходило, но эта страна должна быть свободна. Пусть я понимаю, что вероятность того, что это наступит при моей жизни, нулевая. Я это прекрасно понимаю. Но биться за это, по крайней мере, я буду, потому что, как я уже писал в своем одном из блогов, что комсомол меня принимали дважды. Принимал весьма известный сенатор, которого сейчас, там, король у нас есть, которому я в лобешник сказал, когда мне было 14 лет, когда он мне задал вопрос, собственно говоря, сынок, а сколько орденов у комсомола, я ему в лоб сказал, какая похрен разница, главное, как работать будешь. Поэтому у него с формулировкой не принимать сильно борзо, меня выгнали в 14 лет, меня не приняли в комсомол, поэтому в следующий раз меня принимали уже без всякой помпы, ну, потому что, к сожалению, я учился очень хорошо, раз, и я возглавлял военно-патриотическую работу, мы выигрывали все зорницы по Москве, то есть мы ставили на уши всех. И, понимаешь, меня надо было принимать в комсомол. Я был еще... Без лишних вопросов. Да, я был председателем совета дружины, то есть я был такой, знаешь, накачанный. Но если бы я, условно говоря, с этим сенатором в свое время, тогда он еще был просто обычным комсомольским фундциклером, да, и нормально поговорил, то я был, наверное, владельцем каких-нибудь там заводов, газет, пароходов. Это сухой остаток на Финам.ФМ, и сегодня у нас в гостях Дмитрий Потапенко, 65 10 99,6, www.finam.fm. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня Андрей зовут. Мне вот очень понравилось рассказать Дмитрия насчет этого, трудовых лагерей. Вот, Дмитрий, как бы вы отнеслись, если бы кого-нибудь из ваших любимых родственников, дорогого человека, который бы не вошел в эти 20 миллионов, его бы отправили на стерилизацию? Я скажу вам больше. Спасибо. Нет, сейчас будем в темпе уже идти, потому что последние минуты пошли. Дело в том, что вы не тешите себя иллюзией. В этом трудовом лагере я буду первый, даже до моих родственников. Я прекрасно понимаю. Еще раз говорю, с точки зрения системотехники это будет очень правильно, с точки зрения меня, как человека, который первый туда пойдет, это будет очень плохо. Но еще раз говорю, на мой взгляд, с точки зрения вот экономика и политика это вещи формульные. И это иллюзия, что это пластилин, который можно мять, как ты посчитаешь нужным. Вот трудовые лагеря должны образоваться по причине того, что вот домино уже падает. И я там буду невозможно в первых рядах. У нас буквально две минуты, поэтому и слушатели и вас прошу лаконично задавать вопросы, либо отвечать на них. Павел пишет, Дмитрий, как вы заработали свой первый капитал на открытии своих магазинов? Первый капитал на открытии своих магазинов я заработал, в общем-то, с зарплатой, надо честно себе признавать, потому что уже этот вопрос много раз задавали. Я даже в институте работал на трех работах, помимо того, что форцевал пластинки. То есть в противоположении Тракфеллера вы готовы ответить за свой первый миллион? Я готов не просто я за базар отвечу, потому что первый раз за форцовку я был пойман в третьем классе около отеля Можайский. И у меня был золотой унитаз по, скажем так, по советским меркам. Я не знаю, помните ли вы, Юрий, не помните, но у меня я нафорцевал на то, что у меня было, мы жили в маленькой хрущевке, у нас была пятикомнатная кухня, которая была обклеена вся Дональдами. По тем временам это было просто фа-фа-фа. У нас обваливались стены, но все гости, которые приходили, говорили, у вас невозможно находиться, потому что все время смотришь эти маленькие такие Дональды. Это в жвачке такие были. Да. Добрый вечер, вы в эфире. Как вас зовут? Добрый, Леонид. Дональдик прикольно, да, это было. Я просто удивлен передачей, никогда не слушал финаловую сцену, господин Потапин говорит все правильно. Я просто хотел добавить его в высказку, чтобы, так сказать, наши представители писали иллюзии. У нас есть опыт определенный с битой за рубежом, это совершенно другое. Это другая среда, это другие люди и другие правила игры. Поэтому только здесь и нигде больше. Спасибо. Спасибо, Леонид. Ну, теперь, надеюсь, вы услышали финалов, будьте вместе с нами и когда мы с Дмитрием обсуждаем особенности российского бизнеса и с другими гостями. Вопросы, на самом деле, которые были еще не освощены, это на мастер-класс фактически. Да, то есть очень много вопросов, скажем так, имеющих специфика. Можно сделать так, что они в открытом доступе на форуме программы Сухой Остаток. Если, Дмитрий, сочтите нужным ответить, отвечайте, и мы их разместим на своем сайте. Я постараюсь. Спасибо. Дмитрий Потапенко, управляющий партнер на Finam FM. Хорошего вам вечера и до завтра.